Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. Если вы искали, как похудеть легко и быстро, то в моем видео вы узнаете, как худеть безопасно для вашего здоровья и вашей жизни. А также как одновременно укрепить иммунитет, улучшить работу пищеварительной системы, оставить в хорошем состоянии волосы, ногти часто. Они страдают при различных системах снижения веса. А также как не попасть в депрессию. Тоже частое осложнение быстрых систем похудения. Но! В моем видео вы узнаете, как худеть без этих дополнительных особенностей. И предлагаю вам рассмотреть вариант, как приготовить имбирный чай для похудения. Но! Только в моем видео вы узнаете, как выбрать из 12 рецептов приготовить имбирный чай для похудения. Тот, который нужен лично вам. В зависимости от индивидуальных особенностей работы вашей пищеварительной системы, печени, почек. Ну, как минимум. А также в этом видео я вам расскажу про тоже известные рецепты приготовить имбирный чай для похудения. Но! Из 12 рецептов все опасны для вашего здоровья. А 6 непосредственную угрозу для вашей жизни представляют. И вы случайно можете такой рецепт для похудения для себя приготовить. Но! Если перейдете с моего видео в интернет. И будете искать информацию дальше. В моем видео вы эту информацию узнаете. Предупрежден, вооружен. И ваше здоровье будет в безопасности. И снижать вес вы будете правильно. Укрепляя иммунитет и улучшая свое здоровье. Итак, что нужно для того, чтобы приготовить имбирный чай правильно? С точки зрения диетолога. Конечно же, нужен имбирь, нужна чашка. Самый простой вариант приготовления имбирного чая в чашке. Нужна правильно подготовленная вода в термосе. Ну и, конечно, нужно устройство для измельчения имбиря. Для того, чтобы получить имбирный чай. И как все делается? Да очень просто! Имбирь моете, очищаете от внешней кожицы. Измельчаете на терке, помещаете в чашку. Заливаете правильно подготовленным кипятком. И при настаивании получаете имбирный чай номер один. Для снижения веса и похудения. Такой имбирный чай вы можете использовать для того, чтобы повысить эффективность той диеты, которую вам назначил ваш собственный диетолог. Или можете выбрать в интернете диеты Дюкана, Аткинса, Кремлевскую диету. Любую другую белковую диету. Которую вы можете применять с большей эффективностью. Правильно используя имбирный чай. Так как я чуть позже расскажу. Как расширить возможности имбирного чая? Не сложно. Нужно использовать правильно любую из четырех граней вот такой терки. Для того, чтобы получить четыре варианта. Вот таких базовых, самых простых вариантов. Приготовить имбирный чай для похудения и снижения веса. Что рекомендуют некоторые эксперты приготовить? Каким образом приготовить имбирный чай? И вот здесь диетолог Скачко говорит. Появляется угроза для вашей жизни. Вернее для вашего здоровья. Жизнь тоже у вас сократится. Но непосредственная угроза для вашего здоровья. А сейчас экспертов говорят, что имбирный чай будет лучше работать. Будет реально быстрее снижение веса. И я так и точно понимаю, что да, снижение веса ускорится. Если вы добавите один известный ингредиент. Иными словами будете заваривать имбирный чай и чай китайский одновременно. Опасность для здоровья у всех. Опасность для жизни возникает у тех, у кого холодные кисти. Холодные стопы. Периодически. Либо регулярно. Снижение веса не предполагает однократный прием имбирного чая. И вы потеряли после этого 20 кг веса в перспективе. Вам придется пить имбирный чай ежедневно. И вот в такой варианте, если у вас есть холодные кисти, холодные стопы. То это говорит о том, что у вас ослаблена сердечная мышца. Ищите на моем канале видео 4 смертельно опасных ошибки. Которые можно совершить. И реально вам нужно обеспечить правильное питание сердечной мышцы. Прежде чем начинать снижение веса. Это просто простой тест вашего уровня здоровья. Который вы провели в домашних условиях. Диагностика вашего организма. Что дает вы имбирный чай? Чай китайский. А чай китайский содержит алкалоид кофеин. Он усиливает работу мозга. Иными словами, энерготраты у вас увеличиваются. Потому что от активности мозга зависит ваша активность. Вы будете лежать целый день. Или будете ходить. Или возможно даже не очень быстро бегать. Вы будете по-разному тратить энергию. Благодаря тому, что в имбирный чай попал чай китайский. И это плюс для снижения веса. Какой еще очень сомнительный плюс для снижения веса? А выполнить все это вынуждена будет сердечно-сосудистая система. Если вы не знаете, в каком реальном состоянии находится ваша сердечно-сосудистая система. Она может не выдержать. И особенно ослаблено, я уже сказал. Холодные кисти, холодные стопы. В этом случае для вас противопоказано такое применение имбирного чая. Это смертельно опасно для остальных. Ну, износ сердечной мышцы и сердечная недостаточность в перспективе. Иными словами, сокращение продолжительности жизни вы при такой комбинации получите. Ну, со временем. Вы это не ощутите сразу. Это будет потом. Что еще вы можете получить для снижения веса, добавляя чай китайский в имбирный чай? А чай китайский и его лист содержат алкалоиды теобрамин и теофилин. Эти алкалоиды раздражают кишечник до поноса. Часто до кровавого поноса. И что вы получаете? Больше жидкости уходит через кишечник на стрелках веса. Вы видите, классно. У вас идет снижение веса. Вы прекрасно снижаете вес. Вопрос очень дорогой ценой. Потому что эти два алкалоида нарушают работу пищеварительной системы. А имбирный чай нужен для того, чтобы улучшить работу. Помочь вам переварить белки. От которых и зависят и обменные процессы в организме. И иммунитет, и состояние кожи, волос, ногтей. И работа нервной системы, и иммунной системы. Имбирный чай помогает всем этим органам и всем остальным вместе взятым работать лучше. Получив достаточное количество белка. А чай китайский. Его задача другая. Не улучшить переваривание пищи. В данном случае. А ухудшить. И вы получаете плюс по снижению веса. И громадный минус по вашему здоровью. И в зависимости от того, какой чай китайский вы используете вместе с имбирным чаем. В этом случае. У вас появляются 6 опасных способов приготовить имбирный чай. Иными словами. Черный, зеленый, желтый, красный, белый, синий. 6 вариантов. Чай в зависимости от ферментации. С одной и той же плантацией их можно получить. Одно и то же содержание алкалоидов. Разный только цвет и вкус и аромат напитка. Но. В этом случае вы получаете риск. Поэтому так комбинировать. Нужно иметь хороший запас прочности. Для того, чтобы именно таким способом снижать вес. Почему? Потому что избыточный вес. Это всегда нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И вы прекрасно знаете, как сложно выполнять любые физические нагрузки. Имея разную степень повышения веса. В этом случае риск есть. Но некоторые эксперты. И вы можете эти способы приготовить имбирный чай найти в интернете. Они говорят еще лучше, еще полезнее для здоровья. Если добавить еще один ингредиент в имбирный чай. И часто его советуют добавить. Диетолог Скачко говорит. Очень опасная комбинация получается. Если заварить имбирный чай с чаем китайским. И добавить сюда обычный лимон. Кислоты которого увеличивают растворимость алкалоидов кофеина, теофилина, теобрамина. Иными словами активность нервной системы выше. Ваша активность выше. И риск для здоровья выше. И в такой комбинации я бы не советовал использовать чай имбирный для похудения. В случае, если у вас не только холодные кисти и стопы. Когда у вас регулярно темные круги под глазами. Иными словами высокая вязкость крови. И вы заставляете более интенсивно работать сердечно-сосудистую систему. Ну заставить хромово бегать можно. Результат вы спрогнозировать можете сами. Заставить работать ослабленную сердечно-сосудистую систему можно. Результат прогнозируйте в уме. Теоретически, но не практически. Не советую использовать вот такую комбинацию. А как же получить 12 способов неправильного приготовления чая? Опять-таки, 6 вариантов чая китайского и лимона. Вот вам еще 6 вариантов ошибочного применения имбирного чая для снижения веса, для похудения. Цена очень высокая может быть. Ваше здоровье, ваша жизнь. Поэтому так имбирный чай готовить не следует. А как лучше приготовить имбирный чай? А для того, чтобы усилить, расширить спектр действия имбиря на ваш организм, и особенно на пищеварительную систему, я бы советовал вам добавить несколько иные ингредиенты. Это правильно приготовленное яблоко, это чеснок, это, как ни парадоксально, сахар. Вот эти компоненты помогают вам более интересно приготовить имбирный чай. И более мягко он будет действовать на ваш организм, помогать вам эффективно снижать вес, улучшать здоровье, укреплять иммунитет. И как приготовить их правильно? Самый простой способ. В чашке вы берете яблоко, лучше зеленое. Моете, очищаете наружную кожицу, измельчаете на терке яблоко в чашку. Далее можете измельчить чеснок. После этого правильно подготовленный имбирь. Добавляете сахар, перемешиваете. Смесь должна хорошо пустить сок. Для того, чтобы получить более эффективный имбирный чай, можно было яблоко отжать из него сок. И только жмых используя при готовлении имбирного чая. Далее вы заливаете правильно подготовленным кипятком и при охлаждении получаете имбирный чай. Четыре варианта получаются, когда вы вновь используете терку, правильно измельчая компоненты. В зависимости от индивидуального состояния вашей пищеварительной системы. Еще один способ, несколько более сложный, но оно того стоит. Более эффективный. Вы берете воду, вы измельчаете яблоко, добавляете сахар. И 15-20 минут готовите на огне, на небольшом огне. Что вы получаете? А вы получаете хорошую такую напоминающую желе массу. Просто пектин и яблок в присутствии сахара, они желируются. И становятся более мощными сорбентами. А также очень хорошо будут аккумулировать на себе биологически активные вещества чеснока и имбиря, которые попадут в эту смесь. Когда вы выключите огонь, измельчили, добавили, перемешали, выключили. И при настаивании вы вновь получаете имбирный чай. И как расширить возможности? Еще 4-3 способа получаются, но используя правильно грани. Ссылку на видео, где я подробно рассказал, вот как всю эту технологию вы уже наверняка видите. Не буду здесь дублировать всю эту информацию. Прочитайте там. Вы увидите, как индивидуально подобрать для себя, в зависимости от состояния пищеварительной системы, имбирный чай. Но если вы еще будете использовать имбирные тесты, ведь имбирь влияет на весь ваш организм, влияет на дыхательную систему, влияет на пищеварительную систему, на мочеполовую систему, на другие системы, наберите имбирные тесты, и вы найдете несколько моих видео, в которых я подробно рассказываю, как с помощью имбиря проводить еще и самодиагностику своего здоровья. В домашних условиях. Совершенно бесплатно. И в этом случае вы можете еще более правильно использовать имбирный чай, и получать еще больше здоровья для своего активного долголетия. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. Если вы получили какую-то новую для себя информацию в этом видео, ну, не поскупитесь поставить лайк, можете отметить в комментариях, что вы интересного отметили, что вы нашли для себя интересного. Ну, если вы найдете в интернете рецепт, больше рецептов в одном видео, ну, напишите. Я нашел там 50-100 рецептов. Возможно, такие видео и есть. Вот. Сложно мне сказать. Но если вы найдете экспертов, которые по-другому советуют использовать имбирный чай, вы понимаете, что биохимию никто не отменял. Я благодарен кафере фитотерапии, на которой 6 лет учил студентов, а меня учили 2 великолепных фармакогноста. Научили посмотреть в корень, узнать, где биологически активные вещества, какие есть в каких растениях, в каких продуктах питания и как они могут действовать на организм. Это очень интересно. Когда ты понимаешь химию процесса, и теперь хотя бы имбирный чай для снижения веса, для улучшения работы пищеварительной системы, основываясь на моих знаниях, вы будете использовать правильно. Чтобы вы совершали меньше ошибок с другими продуктами питания и напитками, наберите в интернете кулинарный канал доктора Скачко и вы найдете десятки видео, в которых я так или иначе рассказываю, как правильно готовить продукты питания, напитки, чтобы не совершать вот такие вот достаточно простые ошибки. Ведь эти компоненты есть у каждого из вас на кухне. И они могут быть смертельно опасны, если вы не знаете, как их применять правильно, в зависимости от вашего уровня здоровья. А на вашей кухне наверняка есть и другие компоненты, которые могут тоже при сочетании давать интересные результаты. Ведь лимон прекрасный продукт, прекрасный источник витаминов, который можно использовать круглый год, особенно в холодное время года. Чай китайский. У меня несколько видео на эту тему. Прекрасно можно правильно приготовить и использовать для своего здоровья. Но комбинация двух великолепных продуктов дает неожиданный, отрицательный результат, если вы не знаете свой индивидуальный уровень здоровья. И такой чай с лимоном можно выпить один раз в жизни. Понимаете, насколько опасно неправильно комбинировать продукты питания для своего здоровья? И насколько великолепно, зная особенности приготовления разных продуктов и напитков, жить долго и счастливо. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram.